Скажите, можем мы, как муниципальный совет, или я не знаю, привлечь независимых аудиторов для проведения деятельности Горио-Пешмей? Независимых аудиторов? Да, Игорь Ильич. Игорь Иванович, у нас в принципе есть специализированная комиссия, как и подметил Семен Балан, у нас есть специализированная комиссия по проверке исполнения договорных отношений и обязательств самым канцемерным. То есть в рамках этих комиссий мы привлекаем, если можно привлечь экспертов, чтобы они в рамках соответствующих проверок не вызвали сравнение прибыла и предоставления соответствующей информации. Но, к сожалению, не так продуктивно я доработал, потому что мы соберили комиссию, то одни выходят по телевидению и толкают разные версии, тратят свои захваты их бизнеса, другие только будут мозги и все, они не предоставляют соответствующей информации. То есть сегодня вы уже надлежащим образом увидели конкретные цифры, какие конкретные нарушения, какие ущербы были нанесены муниципалитету передачи вот этой концессии. То есть я сейчас комментирую просто позицию органов следственного управления, которые изначально, опять же, не зарегистрировали надлежащим образом наши жалобы по этому факту, они сделали какое-то нам определение не только в отказе в уголовном деле, в возбуждении, а то все это не является предметом уголовного бесседа, а потом оно возобновилось, и они указывают на основании декларации, я отмечу, познавление, как написано, декларация, писание на марку, как и дело, это было нужно для города. Цифры говорят обратное. Знаете, о чем мы говорим сейчас? Можно? Елена Валерьевна, можно я в контексте, что сказал в середине, мы можем, Игорь Ильич, я спрашиваю сейчас как юриста, как бывшего адвоката, вы понимаете, из того, что мы услышали сегодня, и из того, что юроуправление говорит какие-то невнятные вещи, что мы их не понимаем, я прошу привлечь Маху как рейдера, заключивший убийственные договора концессии, которые поставили на колени такие предприятия, как Апоканал, второй договор концессии это с этими мусорщиками, который заключил в салон, где он был будущим директором на спецавтохозяйстве, отработав там, потом предлетать им в концессию и уничтожил это предприятие. Мы вправе подать это сегодня, я не знаю, в пропоратуру, в генеральную пропоратуру. Посмотрите, что он говорит, а! И у меня еще один вопрос к вам как юристу. Судя из того, что сказали аудиторы, имел ли право юридический Маху заключить, подписать договор концессии с горьким инженерием? Из слов аудитора, значит, муниципальный совет уполномочил примара Пачука. Сейчас разобраться с соответствующего органа, но я еще прокомментирую вам в контексте вашего вопроса. В общем-то, решением совета передалась услуга, переработка, очистные как бы передались, без сетей канализации. Потом решение совета без продвижения соответствующего конкурса. Они дополняют этот договор и передают все эти канализации. Понимаете? Дают только на обслуживание, не развитие сетей, а на обслуживание. На модернизацию. Вот у нас 16-й год, 3 года. Отчет, который упал инвестителем, якобы посетя, у нас нет никаких учетов по модернизации и т.д. Это выгодно, конечно же, получаешь тариф напрямую от всех жителей муниципалитета, без лица, юрлица. Ничего не инвестируешь практически. И еще, в плюс к этому, получив, ну ладно, еще под сомнением будем, с этим мы разберемся, получив сети, получив уже прямой доступ к потребителям, получать деньги за обслуживание этих сетей, и заключаешь договор с Аппо-каналом, был так Аппо-каналом, чтобы Аппо-канал обслуживал эту сетей. Понимаете? То есть, ты получаешь все деньги, сетки, да? Только часть, выплеченные из этих денег, перечисляешь Аппо-канал и Аппо-канал в свой год, и выполняет работу. То есть, типа аборемент, да, типа, знаете, по договору так, типа аборемент, то есть, где ежемесячно определенный сумм денег, независимо от объема работ, вы обязаны принести и устранять все эти неполадки. И по исходя из этих данных, констатируется, да, то, что были убытки уже месячные от этой услуги, хотя, по тому же дорогой город, да, они должны были после заключения этого договора передачи. Сетей Саванзов взять эту услугу, и они все заинвестируют, все услугивают. Не привлекайте Аппо-канал. Ну, конечно, это выгодно, Аппо-канал, с вами, предприятия, понесут убытки, а убытки кто несет? Ну, конечно, учредители. Но частная ферма, только следы поднимает, и все. А по этим вопросам, которые вы задали, сейчас раздражаются следственные органы по каждому сетей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!